Доброе утро! Коротко о важных событиях наступившего дня расскажу вам я, Полина Шорохова, и утренняя информационная бригада нашего канала. Сегодня в Великом Новгороде все выпускники отмечают последний звонок. По традиции на площади Победы Софийской в полдень состоится их чествование. Под звуки городского духового оркестра ребята станцуют вальс и запустят в небо воздушные шары. Еще раз напомним, что сегодня в связи с праздником будет ограничена продажа алкоголя. Сегодня с 9 до 18 часов прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях области проведет горячую телефонную линию по вопросам нарушений при содержании заключенных, их медицинском обеспечении, условий содержания и охране труда, а также по вопросам коррупционных правонарушений. По всем обращениям прокуратурой будут проведены проверки. А сотрудники филиала кадастровой палаты Росреестра по Новгородской области сегодня с 10 до 12 часов ответят на вопросы новгородцев по теме электронной услуги Росреестра возможности использования. Какие виды электронных услуг и сервисов предоставляет Росреестр, в чем их преимущества, какие сведения о ЗГРН можно получить в режиме онлайн, все это можно узнать по телефону горячей линии 67 19 11. 25 мая – Международный день детей, пропавших без вести. Сегодня поисково-спасательный отряд «Феник» в связи с этой датой проводит флешмоб «Освети дорогу домой». Все неравнодушные новгородцы могут принять участие в акции и в 10 часов вечера поставить на окно зажженную свечу. Символично осветить дорогу домой детям, которые потерялись, но так и не нашлись. Добавим, на нашем телеканале сегодня все программы будут посвящены теме пропавших без вести детей. Областной онкодиспансер сегодня открывает школу пациентов. На занятиях, которые продлятся с 17 до 19 часов, ведущие врачи медучреждения расскажут о раннем выявлении рака, его профилактике, о влиянии эмоций на состояние здоровья человека. А завтра, 26 мая, с 9 до 14 здесь же состоится день открытых дверей, посвященный борьбе с раком кожи и меланомой. Новгородцев ждут по адресу Ломоносова, 27. Вход свободный. В областном центре завершаются общественные обсуждения по благоустройству в рамках проекта «Городская среда». Основные общегородские объекты, которые обустроят в нынешнем году, уже определены. Парк юности совсем скоро превратится в популярное место отдыха. Здесь установят детский комплекс, площадку с тренажерами и зону для подвижных спортивных игр. Изначально планировали сделать и скейт-площадку, но жители завокзальной выступили против. Работы здесь стартуют в июле. Также в этом году благоустроят пустырь между улицей Коровникова и рекой Веряжа, пруд неподалеку от лугового микрорайона, парк «30-летие октября». Пока еще на рассмотрении сквер «Любовь и Голуби» территория на перекрестке Андреевской и Федоровского ручья. Всего на благоустройство города выделено 32 миллиона рублей. Все эти участки выбирали сами новгородцы на общественных слушаниях. Конечно, когда государство дает деньги, это хорошо. Но между тем, многие активные жители не ждут ни от кого милости, а сами благоустраивают свои дворы, потому что хотят жить в красоте. Сейчас во дворах нередко можно встретить неравнодушных новгородок, работающих от цветочных клумб. Иногда жители домов даже нанимают профессиональных озеленителей. Все для того, чтобы наш город стал еще краше. Желающим попутешествовать сразу по двум континентам и побывать в разных уголках России и Австралии предоставится такая возможность в Музее художественной культуры. Там в 16 часов состоится открытие тройной персональной выставки новгородских художников «Россия-Австралия. Диалог культур» в рамках выставочного проекта «Трилогия». А в Культурном центре «Диалог» в 19.40 начнется показ научно-фантастических фильмов, которые расскажут о далеком будущем. Восемь фильмов станут настоящим подарком для любителей Стэнли Кубрика, Ридли Скотта, Стивена Спилберга, Джорджа Лукаса и других именидных режиссеров. На этом у меня все. Далее о погоде. А я с вами прощаюсь и желаю легкого начала дня. До встречи.